Время новостей на АСТ в студии Наталья Ветрова. Здравствуйте. Коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сера Маргарита за 10 миллионов рублей, а старинная гитара за 6. Сегодня мы сделали сюжет об антикварных и необычных лотах, а также где вживую можно увидеть такие экспонаты. Утренние пробки из-за ночного потопа. Около 3-х часов ночи в Иркутске на пересечении Депутатской и Советской произошла коммунальная авария. Вода разлилась на нескольких улицах Октябрьского района. Из-за этого начало дня у многих людей выдалось мокрым и скользким. О причинах произошедшего расскажет Дарья Макарова в следующем репортаже. Только у ледового дворца Байкал было море разливанное. Сейчас вот около ветеринарки, около Айболита. 30-градусный мороз на Красноказачьей луже холодной воды. Она разлилась ночью и молниеносно превратилась в корку льда. Дороги скользкие, город сковали серьезные заторы. Пробки, советская вся стоит. Горишники прикрыли улицы и туда вот вниз уже не проехать. Потому что там видимо вода спустилась, галолед. Около места случившегося сотрудники ГИБДД регулировали движение транспорта. Для устранения аварий на место незамедлительно выехали оперативные бригады. На время на некоторых улицах отключали холодную воду. Ночью отставала. Воды холодной не было? Да, не было. А долго не было? Получается всю ночь. Я живу рядышком, произошла авария и нет воды. Организован подвоз воды, дети все работают в штатном режиме. Вы получается сейчас из детского сада идете? Да, я приводила ребенка. А подскажите, пожалуйста, родители забирают сейчас детей из садика? Нет, все работает в штатном режиме. Как отметили в мэрии Иркутска, под отключение попали 16 жилых домов и 2 социальных объекта. Местные рассказали, в районе 12 часов дня снабжение восстановили. Запасом воды обеспечили детский сад и больницу. Администрации Иркутска держат ситуацию на контроле. Дорабатываем место определения, где на самом деле произошла утечка. То есть все коммунальные структы на месте работаем. Прошу отнестись с вниманием и пониманием проводимым работам. Сейчас выйдут с мупы дополнительно для того, чтобы не только расчистить и вывезти впоследствии, но и в том числе подсыпать дополнительно, чтобы были минимальные неудобства для вас. В эти минуты МУП «Водоканал» выясняет причины аварии на пересечении Депутатской и Советской. Дарья Макарова, Малена Мартынова, Артур Рощупкин. Новости сейчас. Во второй половине дня все ограничения движения транспорта в Октябрьском районе, которые были введены из-за коммунальной аварии, сняли. А это уже не первое затопление иркутских улиц за зиму. Мы сделали подборку, когда еще и где топило. Предлагаем вам посмотреть. Пожарный гидрант наделал делов во вторник. Его прорвало возле Ледового дворца. На кадрах видно, как вода прямо фонтанирует под большим давлением. Поток с большой скоростью разливался по территории Ледового дворца. Устранять последствия выдвинулась аварийная бригада «Водоканала». Коммунальная служба отключила поврежденный участок, который идет на систему пожаротушения комплекса и откачала воду из колодцев. При этом жилой сектор под отключение не попал, а Иркутск-Автодор в это время начал расчистку дорог. Было принято решение о засыпке отсевом. После прекращения подачи, поступления воды на проезжую часть, отработали отсевом с пескоцелленной смесью. Две тракторные щетки почистили территорию улицы Уланбаторская от улицы Мелентьева до Старокузьмихинская. На самой территории Ледового комплекса «Байкал» уже при поддержке «Водоканала» было задействовано пять автоцистерн с насосным оборудованием и две машины персонала «Водоканала». А на прошлой неделе заливало улицу Верхняя набережная. В Иркутске авария случилась ночью. Потоки воды мгновенно превратили улицу в каток. Предварительно сообщалось, что прорвало канализацию. Но позже стало известно, что по лабораторным пробам вода была чистой. Все последствия в течение суток коммунальщики устранили. «Вон, смотри! Вау! Вон летит! Чесать надо, чесать!» А в декабре более 20 машин столкнулись на Кае в Иркутске. Причина – реки воды, которые в мороз, также мгновенно превратились в каток. Улица под наклоном и в какой-то момент автомобили просто не смогли затормозить. «Вверху с горы спускалась вниз. Ну и, соответственно, в начале горы там было очень много воды. Уже начали там скорость сбавлять. А к моменту сюда, где стоял сильный туман от воды, то есть вообще было ничего не видно. Включила аварийку, ну, понимаешь, что в меня, если что, видно было. А из-за того, что скользко, колеса мокрые, и тормоза вообще не срабатывали. Просто потащила, а здесь уже стояли машины. Ну, соответственно, я вредила вот эту машину, которая на моем верху. Страшно. Причиной массового ДТП стала коммунальная авария, которая повлекла за собой более серьезную автомобильную аварию. На пересечении улиц Чайковского и Маяковского произошел прорыв холодного водоснабжения. На место аварии тогда оперативно прибыли все экстренные службы города, в том числе три бригады скорой помощи. Помощь медиков понадобилась двум пострадавшим в массовом ДТП. Одного мужчину госпитализировали с переломом ноги, второй пострадавший сломал руку. На момент аварии у него в салоне находился пятилетний ребенок. Он не пострадал. Его уберегло детское кресло. Наталья Ветрова. Новости сейчас. Тем временем в Иркутске с 7 февраля запретят движение транспорта по улицам Лызина от дома на Култукское 99-12 до пересечения улиц Култукское и Ипподромное. Также это коснется и улицы Ипподромное от дома на Советское 87 до дома на Советское 109В. Ограничения будут действовать до 1 марта. Также с 8 утра 7 февраля до 8 вечера 31 марта будет временно прекращено движение транспорта по улице Лызина от дома на Советское 87 до пересечения с улицей Ядренцево. Это связано со строительством тепловой сети. Мы предлагаем вам стать частью нашей новостной команды. Делитесь, пишите, снимайте. Увидели что-то важное, стали очевидцем серьезного инцидента, хотите поделиться с общественностью важными документами или у вас просто хорошее настроение, напишите нам об этом. Присылайте в нашу редакцию ваши видео или фото в WhatsApp, Viber, Telegram по телефону. Плюс 7, 924, 540, 99, 81 или через специальный новостной бот в нашем телеграм-канале. К другим темам. Всего 10 дней на помощь. Столько времени осталось, чтобы 4-летние Ульяне из Ангарска, зарубежные врачи, сделали операцию по восстановлению слухового канала и уха. Еще при рождении медики определили у ребенка редкую аномалию. Мы уже не раз рассказывали об этой девочке, потому что тоже не можем остаться в стороне. Как можно помочь Ульяне начать слышать этот мир, расскажет Дарья Андреева. У 4-летней Ульяны много увлечений. В свои юные годы она много рисует, играет с мечом и куклами. А еще посещает обычный детский сад, занимается современными танцами. С первых дней ее жизни врачи определили врожденную аномалию – отсутствие слухового канала и самого правого ушка. Им Ульяны не слышит, а левым наполовину, и слух постепенно исчезает. Уже в мае девочке исполнится 5 лет. Именно до этого возраста, по словам врачей, необходимо сделать операцию. Иначе могут появиться риски для слуха. Бывают болезни у нее. После болезни отиты у нас такие серьезные. В принципе, развивается хорошо. В обычный садик ходит, играет, рисует, как обычный ребенок. Ну вот, боимся, что слух потеряет и на второе ушко. Когда взрослый станешь, кем хочешь стать? Доктором. Доктором? Кого ты будешь лечить? Всех. У Ульяны, как рассказывает ее мама, есть сложности в координации движений. Девочка может плохо ориентироваться в пространстве и не услышать, например, приближающуюся на улице машину. Сбор средств для помощи идет уже год. На сегодня собрано более 80% от суммы. Семья верит в чудо. Операция у нас 6 марта. 5 марта нам нужно уже быть в Сан-Франциско. Счет у нас остался 31 тысяча долларов. То есть мы уже внесли больше половины. И осталось собрать совсем немного. Дату операции в Институте Уха в Сан-Франциско переносили уже три раза. Через 10 дней Ульяна вместе с родителями должна прилететь в Астану и получить визу в консульстве. Это будет возможно лишь при условии, что операция, дорога до клиники и все пошлины будут оплачены. Помочь Ульяне может каждый. Для этого вам нужно сделать перевод по номеру телефона, который вы видите на экране. Также мама Ульяны может ответить на все ваши вопросы. Дарья Андреева, Иван Прокудин. Новости сейчас. Свыше 4,5 тысяч доз вакцины для детей в Активир поступило в Иркутскую область. Трехкомпонентная вакцина предназначена для профилактики кори, краснухи и протита, а также их серьезных осложнений. Сейчас препарат для иммунизации распределяют в больницы региона. В прошлом году были зарегистрированы вспышки заболеваемости кори в некоторых регионах России. И самый действенный способ защиты от инфекции – вакцинация. За 2023 год в Иркутской области привели от кори более 30 тысяч человек. Ревакцинацию прошли более 50 тысяч жителей. Деньги, украденные мошенниками, теперь можно будет вернуть. Возмещать их будут банки. Нововведение начнет действовать с конца июля этого года. Компенсировать украденные деньги банки будут в случае некачественной работы антифридсистемы. Она же должна и предотвращать все подозрительные транзакции. Об этом сообщил зампред ЦБ Герман Зубарев. В России может появиться авиатакси. В Госдуме уже разработали соответствующие законопроекты. Согласно документам, авиатакси предлагают выделить в отдельную категорию авиации. А также хотят частично отменить их регулирование, оставив только контроль за безопасностью. По мнению экспертов, такое нововведение поможет снизить стоимость эксплуатации судов почти в шесть раз. Кроме того, это еще заинтересует лизинг-гадателей. Предмет труд, который возобновится в российских школах с 1 сентября этого года, включит в себя восемь модулей. При этом пять из них будут обязательными. Это производство и технологии, компьютерная графика черчения, робототехника, 3D-моделирование, прототипирование, макетирование и технологии обработки материалов и пищевых продуктов. Остальные три модуля, вариативных, можно будет выбрать, отмечают в пресс-службе Минпросвещения России. На уборку общественных и придомовых территорий от снега в правобережном округе Иркутска вышли не только дворники, но и тяжелая техника. Только за две недели работы спецтехники со дворов города вывезли десятки тонн снега. Процесс работы увидела и наша съемочная группа. Ежедневно около двухсот дворников убирают снег, наледь и сосульки во дворах правообережного района Иркутска. Идет как ручная, так и механизированная очистка тротуаров, подъездных путей и парковок от снега и наледи. Наступил последний месяц уходящей зимы. Она была не только холодная, но и многоснежная. И на помощь дворникам на расчистку дворов пришла тяжелая техника. Во дворе по адресу МСКАЯ-49 активно работают грейдеры, погрузчики, самосвалы, очищая проезжую часть и заездные карманы. За несколько часов работы уже вывезли десятки тонн снега. Все виды работ по обслуживанию придомовой территории, в том числе чистоту уборки, определяют сами жители прилегающих домов. Дворники у нас прочищают постоянно, ежедневно. Но так как снега выпало много, дворники не справляются, обратились в управляющую компанию за техникой и быстро, оперативно сработали, двор прочистили. При проведении таких работ управляющие организации согласовывают с Советом домов о дне и времени проводимых работ тяжелой техникой и о необходимости убрать транспорт. А также управляющие компании составили график, по которому предусмотрен сброс и вывоз снега с кровли. С 1 февраля в Правообережном округе приступили к массовой уборке придомовых территорий. Везде будет проходить механизированная очистка придомовых территорий. Где-то жители нам согласовывают с вывозом. Там, где жители согласовывают нам очистку дворовых территорий без вывоза, мы с жителями согласовываем акт, где мы складируем весь убранный снег, для того, чтобы минимизировать данные расходы. И это только начало масштабной уборки. В округе 1687 дворов. И за январь из этого числа в порядок привели уже более 300. Весь ход работы находится на личном контроле администрации города. Мы постоянно проводим мониторинг состояния дворовых территорий и выставляем требования управляющим организациям для выполнения работ по уборке. Я хочу сказать, что все информационные письма всем жилищным организациям нами были еще направлены в декабре о необходимости проведения этих работ. Мы проводим профилактические мероприятия, выдаем им предостережение о выполнении работ. И таких писем уже направлено свыше 200. А управляющая компания, в свою очередь, еженедельно отчитывается о выполненных работах, чтобы город мог встретить весну без подтопленных дворов и с чистыми дорогами. Виктор Амзайкин, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. На нем играли книги Неволконская и юный Денис Мацуев «Рояль Лихтенталь». Скоро отметит свое 200-летие. Этот музыкальный инструмент – один из символов Дома-музея декабристов. За почти два века он прошел невероятный путь. К слову, это не единственный редкий экспонат в Иркутске. Многие предметы жители города выставляют на популярных сайтах продаж. Александр Гаврилов ознакомился с вещами, которые пережили несколько исторических эпох. Знакомьтесь, «Рояль Лихтенталь» 1831 года выпуска. Он застал четырех императоров, семь генсеков и трех президентов. Когда-то на нем играла сама княгиня Мария Волконская. Сейчас он уже не выдержит работ Бетховена или Рахманинова. Все из-за возраста и тонкой деки. Эта деталь усиливает громкость звучания и придает инструменту определенную окраску. Однако экспонат стоит в Доме-музее вовсе не для красоты. На нем играют небольшие произведения на театральных вечерах или танцевальных занятиях. Сохранить форму инструмента удалось из-за того, что минимум раз в неделю с ним работает настройщик Владимир Филатов. На все у мастера уходит около двух часов. Конструкция устарела и, по словам специалиста, сейчас встречается крайне редко. Чтобы сохранить рояль, в зале постоянно поддерживают необходимую температуру. Конечно, инструмент очень капризный, потому что 200 лет ему почти. Поэтому к нему нужен подход иметь. Во-вторых, он не настраивает современный строй, где-то как минимум на тон ниже. А история у нашего героя достойна целого биографического фильма. Рояль прибыл из Бельгии в Санкт-Петербург еще в 19 веке. А в 1837-м Александр Раевский сделал подарок младшей сестре, княгине Волконской. Музыкальный инструмент прибыл в Иркутскую губернию в разобранном состоянии. Спустя годы исчез из музея и вернулся в дом Волконских только в 20 веке. А в 1989-м на нем играл подающий надежды Денис Мацуев. Позже рояль отправили на реставрацию. Была заключена договоренность с Эрмитажем, с реставрационными мастерскими. Рояль уехал в Петербург. Почти 10 лет он находился именно там на реставрационных работах. И в 1999-м году он вернулся к нам, уже обновленный. И с тех пор этот дом он не покидал. Многие ровесники Лихтенталя живут здесь, в антикварной лавке Сергея Снарского. Редкие музыкальные инструменты, иконы 18-19 веков, а также множество разных предметов советской эпохи. Спрос на эти вещи, по словам директора магазина, угадать невозможно. Он все время меняется. Нет такого понятия, что какой-то определенный ассортимент. Это настолько разно, вы себе представить не можете. Ну и кроме этого очень много ерунды приносит, которая совершенно не является антикварной, которую покупают где-нибудь в заграничных поездках, в сувенирных магазинах или находят у себя дома. Спрос сейчас есть на старые музыкальные инструменты. Они благодаря тщательной поддержке еще могут играть. Кроме того, продаются нетленные рукописи классиков мировой литературы, а также билеты на старые концерты. К слову, цены на все это внушительные. Жители Иркутска выставляют на сайтах свои предметы из коллекций. Например, роман «Мастер и Маргарита», который, по словам продавца, подпольно издали в Иркутске в середине 20 века. Здесь также идет описание, что делает эту книгу уникальной. Ну и, конечно же, музыкальные инструменты, например, гитары из разных эпох. Если у вас есть интересный предмет из прошлого, семейная реликвия или интересная вещь, прошедшая невероятный путь, то расскажите об этом нам. Звоните по телефону 8-924-540-9981 или пишите в WhatsApp, Viber, Telegram через специальный новостной бот в нашем Telegram-канале. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. Обо всем интересном и необычном вы теперь сможете узнавать и посмотрев нашу программу «Середина Земли». Наш канал возобновляет показ этой легендарной программы. В нашем эфире вы увидите новости сразу из нескольких регионов России. Это Читау, Лануде, Калмыкия и даже других стран Китая и Монголии. Самые интересные сюжеты о событиях и людях в середине Земли. Легендарную программу АЭС-то смотрите каждую пятницу в 20.00. И теперь, конечно, о спорте. Игроки «Байкал Энергии» одержали победу в первом домашнем матче этого года, а подопечные Олега Батова обыграли СК «Уральский трубник» из Первоуральска. Порадовали своих болельщиков и игроки баскетбольного «Иркута». Об этих и других новостях расскажем в спортобзоре. Одна минута. Именно столько потребовалось хоккеистам «Байкал Энергии», чтобы открыть счет в первом домашнем матче этого года. Артем Бондаренко сильным ударом со средней дистанции уложил мяч в ворота. Без шансов для голкипера гостей Евгения Тололо. Символично, что именно эти хоккеисты стали лучшими игроками матча. Игроки «Иркутской команды» забивали еще и еще. Счет мог бы стать больше, но голкипер Первоуральский неоднократно спасал свою команду. Артем Бондаренко по итогам оформил хит-трик, а белосиние констатировали победу. 7-3. Следующий матч у «Иркутян» 3 февраля против «Кировской Родины». Прямую трансляцию смотрите на телеканале «Аист» начало в 13.30. «Надо выходить и выигрывать. Как неинтересно, если мы проигрываем. Я понимаю, если мы там 10-0 выигрывали, или 15-0, все команды. Там, может, как-то это было бы. А мы же не можем их обыграть, поэтому почему неинтересно. Команды играют, борются. Тут, наверное, не мотивация. Ну, много вопросов, скажем так, есть, которые нужно решать и думать, что смотреть. И к игрокам есть вопросы большие. Мы моменты свои не доиграли, которые у нас были. Были неплохие атаки, развитие атак, но концовки не было. Ну, соперник тоже, скажу так, и создавал моменты. Но мы где-то подставлялись, где-то успевали перекрывать зоны. Ну, считай, счет по игре. Баскетболисты «Иркута» после двух домашних поражений отправились в Москву. Там они играли против молодежной команды московского ЦСКА. Хозяева показали уверенную игру против сибиряков. Правда, опыт и класс сибиряков сказался на результате. Итог 67-75. Следующий матч у белочерных также на выезде, 3 февраля. Соперник «Зенит-2» из Санкт-Петербурга. Саночники «Браска» завоевали 9 медалей на всероссийских соревнованиях и юношеские игры. Среди участников до 15 лет на одноместных санях второе место заняла Злата Лукерченко. Среди двух местных экипажей серебряными призерами стали Артем Баженов и Ростислав Украинец. У девушек до 17 лет на одноместных санях золото взяла Елена Чепинога. Второй результат у Кристины Мининой. Среди юношей до 17 лет в этой дисциплине золотую медаль завоевал Руслан Карбышев. Отметим, на соревнованиях за медали боролись более 60 спортсменов из разных регионов страны. Кирилл Шилин, Александр Гаврилов. Новости сейчас. А я напоминаю, что вся самая актуальная и важная информация всегда доступна на нашем сайте astv.ru и, конечно, на страницах телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. Ну а у меня на этом все новости четверга. Берегите себя и оставайтесь на АСТВ, ведь мы работаем для вас. АПЛОДИСМЕНТЫ